Продолжение следует... Не переживай, будь ласка, тут никто их не образует, и никто тебе не образует. Темы, о которых многие боятся говорить. Я никогда об этом не говорила на всю Украину. Причина сегодняшней трагедии – вы. Только реальные истории, отчаяние, боль, слезы и радость. Мама, ты поедешь домой? Конечно, ты. Мама, поедешь домой? Сотни спасенных жизней, тысячи измененных человеческих судеб. Я счастлива здесь находиться и иметь возможность выразить свою благодарность людям, которые меня спасли. Как задумывался проект, который меняет жизнь? И что было бы, если бы его не было? В этой студии всегда дается шанс изменить свою жизнь. Идея этого проекта – именно как задача объединить людей вокруг чужой боли, чужого горя, чужой проблемы. Спасибо, Валеричка, за все помогли нам. Я тебя никогда не брошу. Ты будешь здорова, и ты будешь бегать. Кто и как создает программу, которую смотрят по всему миру. Люди знают, что их здесь не обманывают. Зритель знает, доверяет и узнает. И почему так важно снова и снова повторять слова. Это касается каждого. Здравствуйте. Это тап-шоу на Интере касается каждого. Программа, которая меняет жизнь. Это начало самой первой программы, которую провел Андрей Данилевич. До «Касается каждого» он много лет работал ведущим информационных программ и политических ток-шоу. Приветствуя телезрителей, Андрей не подозревает, что его ждет ситуация, которой он окажется совершенно не готов. Лиза располновалась. Лиза Синельникова из Одессы стала первой героиней, с которой Андрей Данилевич встретился в студии «Касается каждого». Опытный ведущий взял сотни интервью у самых разных людей. А тут растерялся, когда 9-летняя Лиза расплакалась и отказалась выходить в студию. Я помню свой шок, и я не понимал, как быть, потому что мы ведь пишем программу в режиме прямого эфира, и этот момент невозможно будет там просто вырезать, да мы так и никогда не делаем. Я прежде никогда вообще так откровенно не разговаривал с ребенком в такой вот патовой уже ситуации, когда речь идет о жизни и смерти мамы. Спасибо, конечно, большое редакторам, которые работают за кулисами, которые смогли поговорить с девочкой и убедили ее в необходимости вернуться на площадку. Я приехала сюда, чтобы спасти свою маму. Не волнуйся, пожалуйста. Я знаю, что тебе очень тяжело. Уже через несколько минут Лиза рассказала свою историю. Мама болеет, а она продает свои поделки, собирает деньги ей на операцию. За 9 лет до этого у беременной Натальи Синельниковой врачи обнаружили рак и категорически запретили рожать. Но женщина приняла решение подарить дочке жизнь ценой своего здоровья. Девочку назвала Лиза. О чем ты мечтаешь, Лиза? Я мечтаю, чтобы мама выздоровела. Несмотря на помощь телезрителей, борьбу дочери и мужа за жизнь Натальи Синельниковой, женщину спасти не удалось. Лизу в ее беде тогда поддерживало огромное количество людей. У нее был момент ощущения того, что к этой ситуации присоединились миллионы. Что она не одна в этом мире, она один с болезнью своей обреченной матери. Это тоже поможет ей жить, потому что вот ей сказали, что по-разному жизнь складывается уже после этого. Мы вместе с тобой, с тобой миллионы телезрителей. Твоя история тронула миллионы сердец. Повзрослевшая Елизавета появилась в студии «Касается каждого» через три года. После того, как ее мамы не стало. Я не буду нарушать традиции, я выйду за Лизой сам и приведу ее в нашу студию. На проекте Лиза встретила настоящих друзей. С Лизой мы очень подружились. Нам очень приятно, что благодаря нашей программе она вдохновилась. Она теперь помогает людям, нашим героям. Она пишет им в социальных сетях, поддерживает их морально, потому что она, как никто другой, понимает, что такое оказаться в беде. Часто отношения с теми, кто пришел в студию, перерастают в настоящую дружбу. И этому ни помеха, ни расстояние, ни разница в возрасте, говорят редакторы проекта. Мы снимали программу о самой миниатюрной женщине в Украине. Назвали мы ее «Дюймовочка из лазивки». Компоты. Мои чашки. Мои чашки, да. Просто удивительный человек. Несмотря на то, что человек обречен всю жизнь провести в лежачем положении, она нашла в себе силы получить высшее образование, вести активную культурную жизнь, социальную жизнь, участвовать в жизни села, помогать другим, общаться с людьми, которые нуждаются в ее поддержке. И когда мы узнали, что у нее есть необходимость в свободном передвижении, ей нужна была просто специальная коляска, мы нашли людей, которые для нее изобрели таковую. Светлана – преданная поклонница программы, частая гостья студии. Она плетет вот такие украшения из бисера. Один из браслетов подарила Андрею Данилевичу и абсолютно покорила своим подарком легендарного Ника Вучича. Света сделала для него ожерелье. Спасибо, спасибо большое. За один день на киностудии имени Довженко снимается до пяти программ «Касается каждого». Для ведущего все начинается около семи утра. Начинаем. Выбор костюма, цвета, рубашки, галстука не случайно. Даша всегда подбирает цветовую гамму в зависимости от темы. То есть если, условно говоря, тема повеселее, можно что-то более светлое, нарядное. Если, к сожалению, грустная тема, то, соответственно, подбираем такие данные, более сдержанные, тусклые. К моменту появления ведущего в студии все готово. Зрители-эксперты на своих местах. Андрей становится на привычное место, чтобы сказать слова, которых каждый день перед экранами ждут миллионы телезрителей. Здравствуйте. Это ток-шоу на Интере «Касается каждого». Программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Во время съемки все может пойти не по сценарию. Ведущий должен слышать и контролировать все, что происходит в студии. Каждую реакцию, каждую реплику героев, экспертов, зрителей. Она ее брала. Вот так она, она бы отбежена. Секунду, подождите, а что случилось? Поскольку у нас сложная многокамерная программа, мне сложно помнить, всегда держать в голове схему камер. Я действительно порывя какую-то дискуссию, могу забыть, что я стою на пересечении каких-то камер и кого-то перекрываю. Поэтому режиссер постоянно дает мне какие-то указания. И параллельность дискуссии, которую ведут с кем-то на русском, на украинском языке, мне нужно еще и воспринимать команды и на них реагировать. Потому что речь идет о качестве программы, о качестве съемки. Кондрюшечка, пожалуйста, когда представляешь эксперта, сделай паузу, чтобы вы успели отаплодироваться. Спасибо. За драматургией каждой программы следят редакторы. Если нужно, дают ведущему подсказки, когда разговор начинает уходить от темы в другое русло. Учитывая тот шум, гам, атмосферу, которая у нас царит в студии во время записи программы, мы же не контролируем людей, мы же не говорим людям, ты это скажи, а это не говори, а здесь вы замолчите. Каждый говорит то, что считает нужным. В меру своей образованности, в меру своего интеллекта, в меру своего воспитания в том числе. Поэтому люди разные, мнения разные и ведущие физически просто не в состоянии увидеть всех, услышать всех. И для этого есть мы, мы подсказываем ему, на что нужно обратить внимание, где, нужно какой-то момент, на котором сделать больше акцент. Каждая история – это не просто шокирующий или трогательный рассказ. Задача программы – повлиять на ситуацию, сделать все, чтобы помочь героям. Именно для этого на интере и задумывался проект «Касается каждого». Первый ведущий этого проекта Сергей Дорофеев, это он предложил это название «Касается каждого». И оно мгновенно зашло, то есть альтернативы ему не было, потому что оно абсолютно отражает идею. Здравствуйте, это ток-шоу на интере касается каждого программы, которая меняет жизнь. Сегодня будем говорить о цене этой жизни. Идея этого проекта именно как задача объединить людей вокруг чужой боли, чужого горя, чужой проблемы. Показать, что оно не совсем чужое, что мы все в общем-то, ну, в определенном образом соседи. Это не совсем нормально, как вот такое, какое-то подчеркнутое равнодушие. Идеология проекта – это преодолеть. То есть показать людям, да, что, в принципе, вот это все тоже там тебя касается. Страшно даже представить, что пережили эти дети. И, конечно же, они дети в первую очередь. И мне очень хочется поддержать Надю и обнять. Надюшку. Держись. Андрей Данилевич ведет программу почти пять лет. За эти годы касается каждого, стало самым рейтинговым ток-шоу страны. Если ведущий не будет готов быть искренним и самому вот как-то открываться, да, то у него ничего не получится. Люди будут это чувствовать. И они никогда не откроются. И неважно, какая у него внешность. Красивый он там или некрасивый – это все дело вкуса. Вот. А основное – это вот эта вот душевность, искренность и открытость. Если этих качеств нет, бесполезно работать в таком, как минимум, проекте. А лучше вообще не работать тогда на телевидении в кадре. Данилевич не играет такого, знаете, собережевательного человека. Вот. Он действительно таковым является. Задача команды проекта – создавать в студии атмосферу, которая располагает к разговору тет-а-тет. Несмотря на свет, камеры, эмоции зрителей. Ух ты, как ты вырос. Бетуз какой стал здоровый, да? Ух ты, тяжелый вырос. Это герой программы, вопреки диагнозу, Никита Авдасев из Шостки. Через несколько мгновений сбудется его самая заветная мечта. Ведущий любимой программы подарит ему собаку. Вообще, Никита, тогда получай своего Джека или Джеки. Наш подарок. Никита с рождения страдает от редкого генетического заболевания синдрома Дюшена или мышечной дистрофии. Мы верили, что прикованному к инвалидному креслу мальчику этот подарок придаст сил. Никита с мамой сразу после записи программы увезли щенка домой в Сумскую область. Все мы находимся в эйфории. Только что мы исполнили мечту мальчика. И тут мне звонит в истерике его мама и просто кричит, собака умирает. Собака умирает, и все это на глазах ребенка. И, конечно же, в тот момент были подняты все ветеринары Сумской области. Оказалось, что собака просто тяжело перенесла дорогу и стресс после записи. Врачам удалось привести собаку в чувства. Слава богу, она осталась жива. Уже через год Никита приехала в студию касается каждого с любимой Джеки, верной помощницей своего хозяина. Она хорошая, она лижет меня, она меня любит, и я ее люблю. Джеки, а лапу дашь? Давай покажу, как ты видишь. Дай лапку, Джеки. Дай лапку. Ну дай лапку. Ну пожалуйста, ну дай. Сыра нет и лапы нет. Андрей, может быть, тебе даст лапу без сыра? Дай мне лапу. Дай лапу. Когда хлопцы подарили Суценя, то у меня было такое впечатление, начебто его подарили и мне так же. Потому что это мечта многих хлопцев и девочек. Я помню эти очи, эту радость, это счастье. Я неймоверно благодарна проекту касается каждого, за то, что этот проект выполняет мечта. За то, что этот проект делает счастливыми очень много людей. Каждый день в редакцию «Касается каждого» поступают тысячи писем и звонков на горячую линию. О, лично Андрею Данилевичу. Обсуждение и разработка тем – это ежедневный трудоемкий процесс. В формате ток-шоу переплетаются разные жанры. Это не только разговоры в студии, но и остросоциальные, и криминальные, и психологические расследования. Это высший пилотаж. Здесь работают универсальные солдаты, в том числе и первоклассные психологи. Психологи не столько по образованию, психологи по призванию. Люди, которым интересны другие люди. Люди, которые любят других людей, которые могут тратить колоссальное количество времени для того, чтобы выслушивать совершенно незнакомых, чужих людей. Бросить все, сесть в поезд, помчаться в неизвестном направлении, в чужой город, в час ночи и помочь этим людям изменить свою жизнь и, по сути, спасти. Эксклюзивные подробности жизни 52-летней женщины, которую летом освободили из 16-летнего рабства. Я счастлива здесь находиться и иметь возможность выразить свою безмерную благодарность людям, которые меня спасли. Часто не верится, что люди сами соглашаются прийти в студию, ведь речь идет об очень сложных, часто многолетних конфликтах. Как о таком говорить на всю страну? Я очень не люблю, когда говорят, что уговорить кого-то участвовать в программе. Я категорически против этого, никто никого не уговаривает. Мы можем убедить, мы можем аргументировать, мы можем дать человеку мотивацию, почему он должен это делать, и почему ему будет это интересно, и как эта программа и участие смогут изменить его жизнь в дальнейшем. Один из самых частых вопросов, которые поступают в редакцию, это действительно реальные люди, не актеры. Ответ – реальные люди, настоящие истории. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пришло время. Добрый день всем. Кто мне хотел дитину убить? Убили бы мне дитину. Вы ради бога. Я журу дыханьку. Работать с реальными людьми гораздо сложнее, чем с актерами. Актеры исполняют любую задачу, которую ты перед ними ставишь. Мы таких задач перед людьми не ставим. Они живут своей обычной жизнью. Наша же задача – дать возможность им изменить свою жизнь к лучшему, если у них есть те или иные проблемы. Главное, чтобы они этого хотели и, по сути, не сопротивлялись этой помощи. Я уверена, что я встану с этой коляской, мне все будет хорошо. Да, правильно. Когда журналисты «Касается каждого» позвонили Елене Письменной из Николаева, она была озлоблена на весь мир. После рождения долгожданной дочери Карины Елену парализовала. Во время беременности врачи предупреждали женщину, что рождение ребенка может быть опасным для ее здоровья. Но она решила рожать, несмотря ни на что. Самое сложное в нашей профессии – это мотивировать людей, мотивировать наших героев. Потому что, когда они находятся в горе, когда они находятся в отчаянии, в беде, они отгораживаются от всего мира. И то есть тот, кто к ним приближается – это враг. Больше всего Елена страдала от того, что стала обузой своим родным. Поверить, что незнакомые люди хотят бескорыстно помочь, женщина смогла не сразу. Но редакторы программы настойчиво убеждали Елену показаться известному реабилитологу, другу проекта – Виктору Катюбинскому. Переговоры шли очень долго, очень тяжело. И благодаря нам, благодаря нашему, скажем так, вмешательству и содействию, сейчас она уже встала на ноги и она уже ходит. Елена Письменная. Вы потрясающе выглядите. Спасибо. Я тоже так хочу, как вы с тренером. На глазах у зрителей касается каждого, Елена смогла обнять свою дочь. Девочка начала заботиться о маме с того момента, как сама научилась ходить. И это не преувеличение. Елена встала на ноги. В этом заслуга людей, которые в нее верили. Дочери, мужа, который каждую минуту был рядом, талантливому врачу. Миллионы телезрителей увидели и поверили в то, что любовь и небесразличие могут творить настоящие чудеса. Работа на проекте, работа с людьми, вовлечение в такие сложные жизненные истории, подчас неразрешимая ситуация, меняет самого человека. Потому что быть равнодушным человеком и работать на этом проекте просто не представляется возможным. Вот здесь гримируются наши замечательные эксперты. Проходите, пожалуйста. Это Мила Ничич, наш звездный эксперт, знаменитая певица. Здравствуйте, мои дорогие. Владислав Ващук, знаменитый футболист. Ну все, тогда я готов. Звездные эксперты такие же действующие лица происходящего в студии, как и герои программы. Они активно дискутируют, дают советы, ругают и подбадривают участников ток-шоу. Некоторым из них порой так хочется поддержать героя программы, что они просто не могут усидеть на месте. Я считаю, что вы можете все жить дружно, в гармонии, в любови. Надо сидеть за стилем, поговорить и все будет хорошо. Спасибо. Данилевич! Данилевич! Программа «Касается каждого» выходит за рамки студии. В этот раз команда «Интера» вышла на футбольное поле вместе со зрителями и героями программы, чтобы сыграть в благотворительном матче с легендарными футболистами. Сергеем Ребровым, Дарью Сырной, Андреем Ворониным, Владиславом Ващуком, Андреем Шевченко. Надеюсь, что все в хорошей форме находятся, покажут хороший футбол. А идея провести этот матч, родилась в студии, касается каждого. Вот сейчас бросит пас от Шевченко. Получайте! «Интер» уже четвертый год помогает детям. Проводит благотворительный аукцион и собирает средства на оборудование для детских клиник. Деньги, заработанные с помощью благотворительного футбольного матча, пошли на приобретение аппаратуры, которая поможет врачам бороться с детской слепотой. Мы все старались для того, чтобы вот в такие рекордно короткие сроки это оборудование попало к маленьким пациентам. Этот матч с особым трепетом смотрели два мальчика. Егор, жизнь которого на дуе после разделила ужасное ДТП. Вот он на трибунах. И страдающий редким генетическим заболеванием Юра. Ему журналисты показали прямую трансляцию поединка прямо в больничной палате. Два ноль. Андрей Данилович, лучшая команда. Парни недавно прооперировали. Деньги на лечение Юры помогли собрать зрителей «Касается каждого». Ребята – герои проекта. Они даже познакомились в нашей студии. Егор, желаю тебе здоровья. Ты, главное, верь в себя. До полученной в аварии травмы 15-летний Егор Лябах подавал большие надежды в одну из юношеских команд Мелитополя. Все перечеркнула авария. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Мама отвернулась от сына, отец умер. Егор живет вместе с бабушкой. Вместе с ней он стал смотреть программу «Касается каждого». И в один из дней просто сбежал из дома, чтобы добраться до нашей студии. Он хотел, чтобы ему помогли выздороветь и осуществить мечту его покойного отца – стать футболистом. Егор, сходь, ты уже никуда не погибаешь. Я еще... ...сюда... ...переду. Несколько раз проводники поезда «Мелитополь-Киев» снимали Егора с поезда. Подросток сбегал из дома снова и снова. Мы узнали об этом и пригласили его на рождественскую программу. Здравствуй. Здравствуй. Наконец-то ты к нам приехал. Именно Юра Волович из Днепропетровской области вдохновил Егора бороться и никогда не сдаваться. Давай, Сашко! Несмотря на инвалидность, Юра всю жизнь играет в футбол. На футбольное поле его на руках выносят друзья. Но мальчик верит, что наступит время, когда он встанет на ворота без посторонней помощи. Так, давай мы тебе поможем? Не-не-не, я сам. Молодец. Егор тоже верит, что сможет выйти на поле. Сейчас он проходит реабилитацию. В моем багажнике все всегда готово для спорта. Теннисная ракетка. Играю в теннис иногда. Очень люблю волейбол. Кроссовки для бега. Сегодня прохладно, вода холодная. У меня также с собой всегда мой гидрокостюм. Начинаем тренировку. Андрей Данилевич говорит, что если бы не занятие спортом, то он не смог бы вести этот проект. Ведь эмоциональные нагрузки колоссальные. Справляться с ними помогает то, что в свое время Андрей приучил себя к сверхнагрузкам физическим. Данилевич – профессиональный спортсмен. Мастер спорта по плаванию. Кандидат в мастера спорта по триатлону. Это один из самых изнурительных видов спорта. Приятно, что по ходу дистанции встречаются вот такие живописные места. Можно на секунду остановиться, перевести дыхание, полюбоваться. Но ненадолго надо продолжать тренировку. Андрей мог войти в национальную олимпийскую сборную. Но помешала травма, полученная во время соревнований. Именно после этого Андрей пришел работать на телевидении. У него до сих пор несколько обязательных тренировок в неделю. Велосипед, плавание, бег. Время провел с толком. Успел потренироваться. Спорт – это касается каждого. Время заниматься работой. За пять лет существования «Касается каждого» в студии побывало множество именитых гостей. Кумир миллионов, певица Ирина Билок неоднократно была в этой студии. История мамы двух сыновей Юлии Павлюковской из «Ардженкидзе» очень тронула певицу. Я хочу завтра передать Юле на лечение 100 тысяч гривен. 38-летняя Юля впала в кому после приема антибиотиков с истекшим сроком годности. Ухаживая за Юлией, ее родные заметили, что она реагирует на песни Ирины Билок. И начали включать их чаще. Голос Иры помог Юле выйти из вегетативного состояния. А весомая финансовая помощь артистке дала возможность молодой маме встать на ноги. Юнечка, Ирочка, это эпидемия. Юля, рядом с вами Ирина Билок. Здравствуйте. Я вижу живого человека, человека, от которого не отказались родные. Ирина Билок здесь плакала, и она не могла остаться равнодушной. Она отменила свою поездку на море и деньги перечислила на лечение нашей Юлии. Наши эксперты очень эмоционально реагируют на то, что происходит в студии. Не сдерживают слез порой даже следователи, адвокаты, криминологи, суровые мужчины, которые уже не один год своей профессии. Артисты не раз посвящали героям программы песни. Идем по краю, куда не знаю, идем сквозь стену из дождя. Снимали клипы с их участием, чтобы помочь им снова поверить в себя, в свои силы. Настя, я тебя приглашаю в съемки своего клипа следующего. В этом клипе известной певице Аси Ахат снялась героиня программы «Анорексия под гипнозом» 14-летняя Анастасия Чиганова из Запорожья. В клипе девочка показывает акробатические элементы. Переплетает нас, не опускает. Переплетает нас, что-то между нами. Переплетает нас, переплетает нас. Певица взяла с Настей обещание. Девочка будет нормально питаться, чтобы побороть болезнь. Пожалуйста, начни, ну, окрепнее, хорошо? Настя худела, чтобы стать похожей на героиню корейских сериалов и клипов. Девочка довела себя до крайнего истощения и перестала пить даже воду. Благодаря поддержке певицы и вмешательству врачей, которых нашли редакторы программы, Насте удалось набрать вес. И через год она появилась в студии «Касается каждого» в новом образе. Здравствуйте! У-у-у! Настя, тебя не узнать! Какая же ты красивая! Иди сюда! Привет! Привет! Боже, какая красавица! Настя не единственная, кто приходил в студию с подобной проблемой. А какие только уговоры и хитрости, не приходилось идти к экспертам и ведущему, чтобы заставить девочек задуматься о своем здоровье и просто начать есть. Давай начнем с котлеты, да? Не верится, но многие жизненные проблемы, о которых говорят люди в студии, пережили и наши эксперты. Звучат откровения. Успешные, самодостаточные люди вспоминают о том, о чем сложно говорить. О том, что сами долго скрывали от окружающих. У меня так само отец мой был мою маму и страждали мы с сестрой. Ей нужно было наважиться, чтобы лишить его. В проекте показана жизнь без прикрас. Подчас зрителю приходится видеть скандалы, склоки и драки в студии. Ведущему часто удается погасить вспыхнувшую ссору, но порой люди не слышат никого вокруг. Елена! Елена! Слухарь! Не проши, б***ь! Не могу, б***ь! Да вы проши! Давай, давай, давай! Вот представляете, вот мужчина, при жизни он ни разу не был женат. После смерти у него появляются сразу три жены, которые делят его наследство. Каждая из них утверждает, что именно шесть лет последних он прожил с ней. То, что было в студии, это невероятно. Эмоции кипели. А вот за кулисами их тоже надо разнять, успокоить. Ну, на это уходит очень много сил и много энергии. Одним из самых курьезных выпусков «Касается каждого» стала программа «Чужая свадьба». История семейной жизни длиной в один день. Готовясь к бракосочетанию, Михаил и Феодосия из Ивано-Франковской области даже предположить не могли, что все закончится вызовом скорой и заявлением в полицию. Новоиспеченные родственники молодых не смогли разделить подаренные гостями деньги и подрались прямо на свадьбе. Драку они продолжили и в студии «Касается каждого». За кулисами всегда дежурит охрана. Некоторых героев перед выходом в студию приходится проверять с помощью металлоискателя. Нормально? Случается, что гостями программы становятся люди, которые ранее совершили тяжкие преступления. Журналисты и редакторы действуют исключительно в рамках закона. На проекте работают юристы, которые помогают в решении самых запутанных и непредвиденных ситуаций. Часто оказывают помощь героям программ. Множество раз расследования, проведенные командой «Касается каждого», позволяли правоохранителям открывать реальные уголовные производства. Однажды нашей съемочной группе угрожали даже пистолетом. Но, как известно, слово «сильнейшее оружие». Наш журналист нашел слова, которые смогли остановить нападавшего. Он опустил оружие. И слава богу, что все остались живы и целы. О том, что профессия журналиста опасная, сотрудникам «Касается каждого» известно на собственном опыте. Это одна из самых шокирующих историй «Касается каждого». Небольшой городок Нетишин Хмельницкой области стал известным на всю страну из-за резонансного происшествия. Местные правоохранители провели спецоперацию по освобождению 14-летнего ребенка из квартиры, в которой его удерживал родной отец. 58-летний Алексей Коваленко держал своего сына Алешу в картонной коробке и морил голодом. Чтобы освободить мальчика, пришлось выбивать двери, заколоченные изнутри гвоздями. На милиционеров хозяин накинулся с топором. Я понимала, что папа может вести себя неадекватно. Мы зашли, постучали, и как-то в этот момент все сжалось внутри. Мы таки записали интервью. Благодаря совместным действиям социальных служб, правоохранителей и журналистов, подростка удалось вызволить из отцовского плена. Команда «Касается каждого» спасла сотни детей, которые пострадали от жестокости своих родителей. Боже, я пригадую этих матерей, которые кидали, вбивали своих детей. В это неможливо поверить. Это величезная проблема сегодня. И байдужость, и жорстокость с боку людей. И даже таким людям, которые скурили найжорстокие злочины, им тоже нужно допомогти. Это фрагмент программы «На родном пепелище». Эта женщина Анна Швец из Чернигово оставила двух своих маленьких дочерей в доме. Возник пожар. Когда женщина вернулась, она смогла вытащить четырехлетнюю Кристину. Девочка попала в реанимацию. Четырехмесячная Алина погибла. Я хочу пробачивания попросить за то, что она врятовала свою другую дочку, Баласику Алиду. В трагедии тогда женщина обвинила своего мужа Олега. Но вследствие признала виновной в пожаре именно Анну. Приговор два года условно. После эфира супруги неожиданно для всех помирились и решили начать жизнь с чистого листа. Но вскоре Анна бросила дочь и мужа. И тогда муж Анны и маленькая Кристина обратились в редакцию «Касается каждого» с просьбой отыскать горе-мать. А маму я отзвала? Я знаю! Журналисты отправились на поиски и нашли Анну. Сделали это для девочки. Нет! 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 Одно слово «мама» – сколько драмы было в этом слове, сколько радости. Слово «мама» – это то, что касается абсолютно каждого человека. Телезрители не раз становились свидетелями слез раскаяния. Это фрагмент программы «Чужие ценности». Несмотря на слезы и мольбы о прощении, 14-летний Коля Бавич из Житомирской области не захотел даже слушать свою родную маму. Наталья родила девятерых детей. И одного из них Колю отдала в интернат. Ты уважаешь твоей ретней маме и байду же теты? Ну, я обожаю, да. Потом мать забрала его домой. Но это была не жизнь. Коля был вечно голодным. Мальчику приходилось воровать. Он не смог жить в собственной семье и сбежал. Пришел к односельчанину, который уже воспитывал десятерых приемных детей, и попросился в эту семью. В студии Коля рассказал, почему ему лучше жить с чужими людьми, чем с родной матерью. Нашей задачей было убедить Колю, донести до него, что важно уметь прощать. И что прощение – это никак не слабость, а прощение – это мудрость, и прощение – это сила. Спустя год жизни в новой семье Коля сильно изменился. Он рассказал нам, что приемный отец научил его водить автомобиль, ездить верхом и играть на гитаре. Но главное – уважать свою маму. Мама, 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 я тебя люблю. Это продолжение Колиной истории. В студии он снова встречается с мамой. Довольно часто приходится на наших эфирах убеждаться в том, что дети могут быть гораздо мудрее своих родителей. Сейчас я уже как папа, и это прекрасно понимаю, что нашим детям ничего не нужно, кроме любви, заботы, ласки. Вот и все. Нужно уделять внимание своим детям. Их нужно просто любить. В 2014-м ведущие программы «Жди меня, Украина» рассказали историю киевлянина Ивана Бондаренко, который разыскивал своего отца-кубинца. 25 лет назад у мамы Ивана Татьяны был роман со студентом Киевского авиационного института Иваном Диастадо Сильвио Гонсалесом. У пары родился сын. Но случилось так, что папа годовалого в ванне вернулся на родину. Иван-младший всю жизнь мечтал о встрече с отцом. Я Бондаренко Иван Иванович. Ищу своего отца Иван Сильвио Гонсалес. Он сам с Кубы. Можно просто зараз с ним поговорить. Да ну ладно. Вместе с коллегами из редакции программы «Жди меня» мы много месяцев искали возможность организовать эту встречу. И у нас получилось. Я приглашаю в студию Ивана Диастадо Сильвио Гонсалеса. Не думаю, что я буду чувствовать такие чувства внутри. Это очень трудно для меня. Самое главное, что он здоров. Такой же. Выше меня. И совсем похож. Похоже. География касается каждого. Это весь земной шар. В студию приезжали герои из Европы, Америки и даже Австралии. Встречайте, в студии касается каждого супермодель Мэдалин Стюарт. Она прилетела из Австралии специально, чтобы осуществить мечту маленькой украинки Ани Короткевич. Однажды в студию приехала американская семья, которая усыновила четверых детей из Украины. Приемные родители пообещали детям, которые много лет прожили за океаном, что однажды привезут их на родину и постараются разыскать их биологических родителей. Мы помогли им. В студии касается каждого состоялось сразу несколько трогательных встреч. Встречайте, Анастасия Пугачева, твоя сестра. Многие люди слышат здесь слова поддержки. Ведь порой это все, что нужно человеку. Понимать, что в мире есть небезразличные люди, которым интересна твоя судьба. Бабушка Дуня, сидите, пожалуйста, сидите. Нет, нет. А теперь я Андрею. Так, кого шукаете? Данилевского. Это я. За пять лет существования программы касается каждого, ее ведущий стал всенародным любимцем. Да, узнают очень часто. И просто прохожие на улице, в магазине. Особенно большой ажиотаж, это когда я приезжаю в село к бабушке. Там меня хорошо знают, помнят, бабушку уважают. Когда я приезжаю, даже бывает так, что люди подходят и пытаются рассказать мне какую-то историю, чтобы вот, значит, как-то я повлиял, помог решить этот вопрос. Андрей часто вспоминает студии о своей бабушке. Мы вместе с ведущим проекта едем в места, где он провел детство. Все, до бабушки, пять километров. Нужно чаще к друзьям приезжать и к родным, своими и близким. Это истинное удовольствие. Друзей, весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. Вот какая красота, посмотрите. Обожаю я такие виды, поля бескрайние, коровы пасутся. Известный телеведущий родился и вырос в Житомире. Каждое лето ездил в село к бабушке и с девяти лет работал. Иди сюда. Ножка запуталась, я знаю. Давай, я тебе помогу. Опа, все. В стадии бывало там у нас сорок пять коров, я помню, сорок семь. И попробуй за всеми уследить, чтобы всех вернуть домой, потом развести по домам. Это труд нелегкий. Ой, я помню, у нас была рябуха наша корова. Очень классная. Прям была как член семьи. Зорька была. Да, да, да. Это же тоже Зорька. Уже домой хочет. Когда они уже поели, чуть-чуть успокоились, можно вот так вот простелить что-то. Вот так вот лечь. О! И просто смотреть в небо, либо закрыть глаза. А еще классно слышать, как они жуют траву. Вот я сейчас это слышу. Не лежал так лет 25, наверное. Ох, этот запах. Сено, корова. Для меня это, не знаю, очень родные, очень теплые, душевные запахи. Запах молока, конечно. Андрей говорит, что очень многому в жизни обязан бабушке. Именно у нее он учился тому, как относиться к людям. Бабушка, привет! Доехал наконец. Сейчас. Давай, бабушка. Да. А бабушка сейчас такая мала стала. Еще я же пидорастую. Хорошо, бабушка, так дерзать. Я же пидорастую, конечно. Все, как дела? Ничего. Бабушке Андрея Клавдии Александровне 86 лет, но она ни минуты не сидит на месте. То цветы нужно полить, то грядку прополоть. Она любит похвастаться внуку урожаем, который вырастила собственными руками. Картошка у меня чистенько, все. О, красота яка. Перки насадила. Вот, смотрите. А это, до речи, бабушка, вот этим всем, знаете, что приходят на программу и мают кусок города и голодные сидят. Да. А это как раз будет приклад гарный для них. Клавдия Александровна говорит, что труд продлевает жизнь и делает человека лучше. Что вы не делаете? Что вы не сидите? Что вы не сядете? Что вы, знаете, что вам помогает кто-то? Робите. У бабушки Клавы всегда чисто и наготовлено. Тут голодным точно не останешься. Я же вас просил ничего это, чтобы ничего не готовили. Вы же ничего не готовили, правда? Конечно, ничего. Я понял, ну хорошо. Помоги пампушки. Пампушки сделали? Да. С чесноком? С чесноком. Так, бабушка, а где же эти пампушки? Вы сказали ей. Ой, пампушки – это вообще деликатес. Ось, пампушки. О! Дайте, 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 дайте. А вы размокли, три пампушки. О-о-о! Мммм! О, боже, как это вкусно! На крыше обычной сельской хаты много лет живут аисты. Здесь Андрей снова чувствует себя мальчишкой, который даже не подозревал, кем станет в будущем. Я думала, что он будет військовым. Я так думала. Такие в его роде навыки были. И стройный он такой был, походка в него такая. Даже меня все в селе знают, что если с часа от меня не приходят уже. Бо я занята. Я себе дивлюсь передачу. Если бы моя хата горела, то я бы покинула эту передачу. А так я бы, хай, что мне окай, а работа не окай. Я пока тебе не придавилась, у меня нет никакой работы. Как в любом селе, слухи о том, что к бабушке приехал знаменитый внук, распространяются очень быстро. Я еще вас молоцком напоила. Поживем домашний. Слушайте, Боже. Это у меня столько молока. Ой, класс. Слушайте, я тогда выпил эту банку сразу, как мне дали. Я очень радована, что у нас есть Интер, что он работает. И я тогда смотрела, как на 9-е травня. Отож, внесли все эти фотографии. Это все я так хотела дедуся передать. Я никогда не пропускаю программы, которые касаются каждого. Я уже где-то задерживаю, человек меня кукает. Иди, дивися, моя любимая программа, иди. Внучок меня кукает бабусь, у нас Андрей Данілевич уже иде. Ты же, ты, ты дивися. Я очень рада, что у вас есть такая передача, чтобы она долго працювала. Довгий час. Чтобы только у меня здоровья хватило. Да, это нужно очень большое здоровье, это нужно очень большие нервы. Но вы меня подкрепите нормально. Да, я сама смотрю, я такие передачи, что и плаку. Проекту касается каждого 5 лет. За годы работы было отснято больше тысячи программ. Практически каждая с предельными эмоциями, с надрывом. Я живой человек, и я сопереживаю, и я сочувствую. И очень часто бывает так, что я просто тоже не могу сдержаться. И к вам горло подкатываю, и слезы на глазах. Такое бывало. И есть истории, которые очень глубоко меня тронули, и которые не дают покоя, и которые часто вспоминаю. Вот, поэтому здесь, ну, нет притворства. Здесь нет актеров, и я здесь тоже не актер. В команде касаются каждого самые разные люди. Но среди них нет и не может быть равнодушных людей. Бессонные ночи, ненормированные рабочие дни, часто личная неустроенность. Все эти жертвы ради того, чтобы изменить жизнь другого человека. На «Касается каждого» работает более 50 редакторов и журналистов. Всего вместе с режиссерами, операторами и продюсерами в команде проекта более 100 человек. И от каждого зависит результат. А значит, и человеческая жизнь. Касается каждого 5 лет в эфире. И это только начало, уверены все, кто стоял у истоков самого масштабного в стране социального ток-шоу. Пока люди будут нуждаться в помощи друг друга, да, в том, чтобы кто-то, как минимум, к ним не остался равнодушным. Вот пока этот проект и будет. Там будут абсолютно разные истории, как есть вот на сейчас. Да, я не могу предугадать, какие истории будут там через 5 лет. Но в принципе, скорее всего, они будут похожи, потому что, ну, меняется время. Может быть, как-то люди по-другому одеваются, как-то чуть меняется жизнь в стране. Но суть человеческих отношений от этого не меняется. Поэтому пока будет потребность в общении, в сопереживании, вот в сочувствии, этот проект будет жить. Проекту касается каждого 5 лет. 5 лет ежедневной борьбы с равнодушием и жестокостью. Борьбы за то, чтобы люди оставались людьми. Что было бы, если бы этого проекта не было на телевидении? Не было бы сотен спасенных человеческих судеб, тысячи тех, кому удалось помочь, и миллионов неравнодушных зрителей программы, которая меняет жизнь.